Из жизни русской профессуры Недалеко возле нашей гостиницы находится Финский залив, пляж благоустроенный, ресторанчики вокруг тоже. Вот решили пойти посмотреть, как здесь, чисто или не очень, потому что как-то был я здесь лет, наверное, 7 назад. Такой грязный был залив. Ну я не в этом месте, правда, был. Ну какая грязь, заходить в воду было противно. Хотим посмотреть, как оно сейчас. Пойдемте, тоже глянем. Финский залив находится в 10 минутах ходьбы от нашего отеля. А так как я очень ленивый рокер, то на разведку мы подъехали сюда на машине. Ну что могу сказать. Хорошая прибрежная зона. С ресторанами, кафе, палатками с шаурмой, хот-догами, пивом и кока-колой. На любой вкус и карман. Почти как в Юрмале. Сосны, песок, правда там белоснежный, белый. И такая прохладная же погода, полупасмурная. Юрмала тут недалеко. Каких-то несчастных 700 километров, наверное, 500. Напоминает. Есть на пляже и туалеты, и раздевалки. В аренду можно взять и лежаки. Отдыхай, не хочу. Единственное, что мешает полноценному пляжному отдыху, так это погода. Никто не купается, потому что прохладно. У нас теперь теплое море только на юге. Но я помню, кто-то пел песню про южный берег моря Лавки. Там тоже не так. Но если завтра будет солнце, будем купаться обязательно. Надо обязательно испытать. В принципе, жалить на прочной. Воздух сейчас 18 градусов. Вода где-то той же температуры. Но вы же знаете, нам, русским людям, все нипочем. В этом году мы обычно ездим куда-нибудь на теплые моря и океаны. В этом году не получится, понятно, пандемия. Да и на самом деле работа много. Работа много. Поэтому даже здесь побывать на море, на Балтийском, тоже приятно. Запах водоросли, прекрасный морской запах. Тос. Великолепный вот. Завтра буду плавать в любом случае. В холодном случае тепло. Буду плавать. Мы в январе в прорубях купаемся. А если еще на грудь принять сотню-другую, так можно вообще из воды не вылазить. Даже на море Лаптевых. Воздух здесь прекрасный. Вокруг сосны и море. Запах водорослей и хвои. Как в Юрмале. Только теперь русские туда ездят мало. Латыши, те сами себе накакали на голову. Русских оскорбляли, оскорбляли, как могли. Пока фестиваль «Новая волна» из Юрмалы в Сочи не перебрался. Был два года назад в Юрмале проездом. Где-то в эту же пору года. Так пустынно. И в городе, и в ресторанах, и на пляжах. Недвижимость упала в цене в разы. Русские уехали, и вечный праздник кончился. Но все равно продолжают хамить русским в общественных местах. Выказывать свое презрение и превосходство. Только непонятно в чем это превосходство. Не знаю, как питерцы в Москву. Но мы, москвичи, с удовольствием ездим в Питер погулять. Отдохнуть, походить по музеям. Но вот специально на Финский залив мы приехали отдохнуть впервые. Ну что могу сказать? Мне нравится. После обеда мы решили сходить на Финский залив. А он здесь рядом. Лишь полмили пройти через лесной массив. Но так как я ленивый рокер, мне б только песни сочинять. То на машине без мороки примчал на эту благодать. А там действительно прекрасно. Шумит прибрежная волна. Гуляют люди куртуазно. И дарит аромат сосна. Трава морская, что сгнивает. Там тоже дарит аромат. Но только йода. Крики чаек так романтично там звучат. Вдоль побережья рестораны. Кафе и лавки с шаурмой. Можно сказать, что здесь нервана. Тревоги нет здесь никакой. Одно только сегодня плохо. Температура за бортом. Градусов 18-20. В воде же нету и того. Никто не плещется в пучине. Не загорает здесь никто. Один мужик с рожей синий. Стоял в трусах недалеко. Видать, попробовал скупнуться. После обеда с коньячком. Теперь бы только не загнуться. За коньяком надо бегом. Поэтому мы не рискнули купаться в ледяной воде. Нельзя болеть в конце июля. Коронавирус на дворе. Засветишься с температурой и попадешь на карантин. Там не отмажешься куперой. Весь отпуск в боксе просидишь. И мы решили без раздумий. Кофе попить на берегу. С живыми в свой отель вернуться. И все поведать дневнику. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук. Валащук. Валащук.